И вряд ли кто-то знает точно, как решать проблемы безопасности в период, когда мы создаем нечто не очень понятное нам самим. Но я хотел бы начать с другого. Кто помнит сказку Александра Волкова «Урфин Джуз» и его деревянные солдаты? Половина зала. Если помните, деревянные солдаты были с такими грубыми лицами. А вопрос решился очень просто. Друзья великого Гудвина, лесоруб, дровосек, точнее сказать, вырубил им улыбки. И они стали добрыми и стали помогать людям. Вот что-то подобное, вероятно, можно сделать и с искусственным интеллектом. И два тезиса, с которых я бы хотел начать, именно в этом и состоят. Во-первых, когда мы говорим искусственный интеллект, и когда мы боимся того, что мы называем искусственный интеллект, то мы должны понимать, что мы боимся на самом деле не технологии, а человека, который стоит за этого самого «Урфин Джуза», который манипулирует этим искусственным интеллектом. Кстати сказать, что такое искусственный интеллект, я не знаю, вы тоже не сможете объяснить. Понятия очень обширные, а по этому поводу спорят, и я думаю, никогда не доспорят. Значит, боимся не искусственного интеллекта, а владельцев, дизайнеров этого искусственного интеллекта, которые очень часто, очень разные люди. Ну, во-первых, это могут быть разработчики. Это люди, которые, в общем, зачастую схватили Бога за бороду и испытывают комплекс создателя. То есть, они, в общем, себя поставили наравне с Богом. Они создают то, чего на Земле никогда не было. И то, что может реально влиять на нашу жизнь. Это разработчики. А за ними еще есть люди, которые им платят, и которые тоже, в общем, ставят определенные задачи. Ну, зачастую это простая задача – заработать больше денег, отхватить большую часть рынка. А есть и политические задачи – отхватить большую часть мира, условно говоря. Итак, человек все-таки важнее в этом вопросе. И второй мой тезис – то, что я называю технологическая предопределенность, technological predominance. Технологии очень часто диктуют нам, к сожалению, как будут развиваться дальнейшие события. Ну, если мы припомним историю, то многие цивилизации, как мы, наверное, вспомним, исчезли из-за того, что другие цивилизации пришли с более свежим оружием и уничтожили одно, так сказать, разместились на этой территории и прекрасно себя чувствуют в дальнейшем. И искусственный интеллект принадлежит как раз к подобной технологии, которая может обеспечить то, что я бы назвал стратегическую неуязвимость. То есть вот сегодня у нас есть стратегическая стабильность. Я беру простую модель – стратегическая стабильность между Соединенными Штатами и Россией. Мы не можем нападать на них, у нас есть конфликт, мы с ними конфликтуем, очень плохо сегодня у нас с ними все складывается, но ни мы на них не хотим напасть, понятно почему, ни они на нас тоже. Стратегическая стабильность – мы взаимно можем уничтожить друг друга. Искусственный интеллект позволяет создать некие технологии, ну это, скажем, лазерные технологии, кибертехнологии и прочие-прочие разные, не буду углубляться дальше, которые, в общем, дадут или возможность, или иллюзию такой возможности, что вот мы станем неуязвимы, и тогда мы можем ударить, ликвидировать эту болезнь, эту, так сказать, опухоль, и будем счастливы существовать самостоятельно. Естественно, все это ведет к тому, что возникает некая конкуренция, некая гонка вооружений. Ну, теперь о немножко другом, о том, как искусственный интеллект влияет на человека. Искусственный интеллект, который уже сегодня есть, те технологии, что уже есть на рынке и используются, влияют и на человека, и на общество, и на государство. На всех уровнях это сегодня происходит. Скажем так, как это происходит на примере человека. Ну, вот дети сидят в интернете, листают ТикТок, и думают, что они, в общем, делают это самостоятельно, но это не так. ТикТок наблюдает за ними, ТикТок видит их желания, он уже знает их связи определенные и так далее. Одним словом, он их ведет куда-то, куда-то ведет их, не папа с мамой, а некая программа, которая заложена там, и которая, в общем, имеет определенные цели. И такие технологии будут возникать постоянно. Что мы недавно пережили? Появление социальных сетей. Когда они возникли, то людям казалось, что ну вот же, открывается мир. Мы, в общем, получаем доступ к всем культурным достояниям человечества. Наш голос будет услышан, мы можем высказать свое мнение. И, в общем, наступает мир такой глобальной демократии, взаимной подключенности, где мы будем общаться и так далее. Вышло немножечко наоборот. Потому что не мы подключились к технологиям, а технологии подключились к нам. Они теперь знают про нас очень много, они позволяют узнавать. Ну, про нас фактически больше, чем родители, наверное, знают, и больше, наверное, чем мы сами, может быть, иногда знаем. Одним словом, открылся такой портал в душу человеческую, который можно эксплуатировать для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, зарабатывать на этом политический капитал и фактически влиять. И, ну, поскольку я, как меня представили, безопасник, то я сразу скажу, что есть уже и военные теории, и военные программы для того, чтобы влиять. Поскольку существуют гибридные войны, то есть не нужно убивать людей, можно на них влиять. И некоторые технологии как раз в том и состоят, чтобы влиять. И они, может быть, еще в зачаточном состоянии, пока про нас собирают информацию. Можно собирать информацию про, ну, нацию целиком, про общественные организации, про поколения, про индивидуальные возможности делать профайлинг. Каждого человека у искусственного интеллекта очень много возможностей для этого. И он этому обучен, и, собственно говоря, ресурсов для этого достаточно. Так что это вот одна из тех сфер военного применения, которые сегодня очень хорошо разрабатываются. Я думаю, многими странами некоторые выкладывают по этому поводу информацию, некоторые нет. Ну, одна из программ, не буду называть какой страны и так далее, скажем, выискивает конфликты. И использует их для того, чтобы продвигать собственный интерес в постороннем, в чужом конфликте. Конечно, это пока на глобальном уровне, конфликты между, скажем, державами. Но если мы задумаемся, то конфликты – это стрида, в которой мы живем. Конфликты между родителями и детьми, преподавателями, студентами, работниками, работодателями, между корпорациями, между государством и так далее. То есть все уровни конфликтов искусственному интеллекту только поставь задачу, задай глубину поиска, и он найдет сколько угодно сырья для того, чтобы изучить конфликт, рассмотреть связи, интересы в этом конфликте и задать свою стратегию, как использовать этот конфликт для того, чтобы выиграла наша сторона в чужой игре. То есть свою игру запланировать и реализовать в чужой посторонней среде. Это не фантазии мои, это уже рабочая программа, которая с определенного года, я пытаюсь находить о ней больше информации, но она уже года четыре как, в общем, не публикует ничего о себе, к сожалению. А у вас в романе есть ли на эту тему? Что? В романе есть ли на эту тему? Ну, пожалуй, нет. Пожалуй, я. Я тогда тоже. Да? Ну, обменяемся потом контактами. Хорошо. Да, так вот, ну и, наверное, долго говорить не стоит. Что касается военной сферы, то мы знаем, конечно, искусственный интеллект применяется в воздухе, там дроны уже тысячами производятся, я не ожидал, чтобы в таком количестве, но вот уже есть. Пока на Земле это не происходит, но я думаю, если мы задумаемся, как это будет реализовано на Земле, а однажды это произойдет, то это будет уже, в общем-то, кошмар. Или, может быть, не будет кошмар, может быть, это будет футбольный матч, а мы будем смотреть по телеку, как, так сказать, две машины сражаются между собой, две команды машин сражаются между собой, но я думаю, что это будет не совсем так. Что касается нашей основной сегодняшней темы ESG, вспоминаю такой случай, когда в военной этаже одной из стран обратился с вопросом, он спросил, не можете ли рассказать о военных технологиях, которые позволяют изменять погоду? Я удивился, а почему такой вопрос? А оказалось, что в стране произошло наводнение, по центру пролегает река, по побережьям поля, хлопок, рожь, пшеница и прочее. И вот произошло наводнение, река смыла эти поля, и страна оказалась в большом кризисе. И, естественно, у соседа какие-то, наверное, были военные разработки. Одним словом, возникли подозрения, что это сосед что-то такое сделал с погодой. И вот обратились к нам, к россиянам, мол, у вас военные технологии передовые, расскажите, что это может быть. Ну, какие-то есть соображения на этот счет, какие-то местами стоят антенные поля у некоторых держав неопределенного, скажем так, назначения, смотрят куда-то высоко в стратосферу и что-то излучают. Для какой надобности, не очень понятно. Одним словом, вопрос не изучен, но в военной сфере, я думаю, такие технологии будут появляться и будут использоваться. Самое простое, конечно, это лазер. Можно просто концентрировать солнечные лучи и провоцировать пожары, скажем, в Сибири, там, не знаю, но одним словом, там, где необходимо. Это уже возможно, лазеры сегодня достаточно мощные, просто и без солнечных лучей, но солнечные лучи тоже достаточно мощные. Одним словом, если нужно использовать искусственный интеллект для того, чтобы навредить, для этого все есть. И в части автономии, и в части использования искусственного интеллекта для целей разведки, это уже делается всеми странами фактически, то есть сбор, анализ, разведывательной информации из различных источников, из космоса, со спутников, из дронов, агентурной, из соцсетей, конечно же. Одним словом, искусственному интеллекту все равно, он все обработает, все проглотит и выдаст нужный сценарий. И, конечно, это ведет к неким рискованным вещам, когда искусственный интеллект, ну, если вдруг, может быть подключен к центру принятия решений ядерных сил. Сегодня этот вопрос широко обсуждается в узком кругу специалистов, но, в общем, пока мы приходим к выводу, что такого рискованного подключения нет, но есть сценарии, при которых это, в общем, неизбежно. Опять-таки, я говорю, технологическая предопределенность, когда технологии ведут, они возникают, и ничего не остается, как следовать за ними. И недаром Илон Маск и еще несколько сот известных людей и специалистов сделали предложение, давайте возьмем паузу в разработке больших языковых моделей. В России немножко над этим посмеялись, подумали, что, наверное, они ведут речь о сверхинтеллекте, что вот он возникнет, и тогда он захочет уничтожить человечество. Наверное, они этого опасаются. Но они опасаются как раз не этого, они говорят, что давайте будем разрабатывать, но не будем выбрасывать это в общество, чтобы использовать его вот так вот мгновенно, пытаясь извлечь из этого прибыль. Сделайте паузу. Да, вы разработали, сделайте паузу, оцените, что вы такое, собственно говоря, произвели. Надо ли это сегодня выдавать в народ. Вот о чем идет речь. И, наверное, поскольку это все уважаемые люди, наверное, к этому стоит прислушиваться. Все, спасибо, Вадим Борисович. Спасибо.